Ну если говорить о полиции нравов, меня достала просто реклама кровяной проституции в московском комсомольстве. Так получается, я мало смотрю телевизор, редко бываю в интернете, только строго, если мне как телефон дали название сайта, я четко пошел, посмотрел. А много летаю, и в аэропортах, в самолетах, в вип-залах, везде мне суют МК бесплатно. Я беру газеты, меня почему-то все время шокирует. Было раньше по 200 объявлений, там сауна, отдых и тому подобное, массаж. И очевидно, что это салоны, ну притоны, притоны, бордели, притоны. И тут же приглашаем девушек на работу, понятно, каких девушек. И вот это меня как бы насторожило, вот эта свобода. Я заглянул в уголовный кодекс, статья о проституции, никто ее не отменял, 241-й. Никто не отменял статью о порнографии, 240-я, распространение порнографии. Это вопрос, почему они не работают. Я стал как-то этим заниматься, вопросом, стал какие-то духовные корни искать. Оказывается, статья «Заповедь седьмая не про любодействие» тоже есть такая заповедь. Получается, она в России не работает. И вот исходя вот с этого, я начал в этом вариться, общаться. И вот за 2-3 года, которые полиция нравов уже работает, нам как-то удалось какими-то своими потугами как-то расширить части там и депутатов. Может быть, люди сами приходят из разговоров, из общения. Мы уже сократили публикации в МК, их стало буквально сейчас 10-12, они начали шифроваться. Но мы не хотим на этом останавливаться, потому что я не понимаю, по каким законам работают стрип-бары. Сегодня это закон, как закон булочный. Хочешь работать, продавать хлеб? Пожалуйста. С 18 лет продавай. Хочешь идти в стрип-бар? Занимайся стриптизом. Никаких, знаете, нет специальных нормативных актов. Поэтому я и говорю, что у нас сегодня стриптиз-клубы работают по законам булочной. То есть девушки могут с 18 лет, пожалуйста, раздеваться. Ладно раздеваться, но они обычно тут же какие-то вип-комнаты существуют, где они занимаются. Там уже стриптиз-клубы работают как обычные бордели. Уголовный кодекс все это предусматривает. Вообще ничего не нужно делать. Закон вообще не нужно менять. Нужна некая воля общественных организаций, которые бы сказали, что так делать нельзя. Поэтому создана полиция нравов. Я специально взял название точно такое же, как в Америке. Потому что в Америке полиция нравов существует. Всем понятно, чем она занимается. Я думаю, что нам удастся достигнуть, да, с запретительными мерами, но какого-то наведения порядка в этом вопросе.